Арина Коробкова занимается скалолазанием уже 6 лет. За ее плечами участие во многих соревнованиях, а также многокилометровый путь по различным скалодромам страны. Арина признается, что на высоту ее тянуло с самого раннего детства. Мне всегда хотелось покорять вершины, потому что там видны всякие красивые места. Оттуда открывается очень красивый вид сверху на все остальное. Спортсменка добавляет, что пробовала свои силы и в естественных условиях, на настоящих отвесных скалах. И, как выяснилось, на натуральных склонах и обрывах лазать проще. Там выступы создает сама природа, причем очень гармонично. Создатели же искусственных скалодромов иногда сознательно ставят спортсменов в тупик. На скале не рассчитано на рост. Там зацепка, где они раньше были, а тут накручивают. И непонятно, как лезть. Алексей Чертов с Ириной соглашается. Он, к слову, создатель этого скалодрома. Препятствия проектировал последние полгода. Специалист рассказывает, элементы спортивного снаряда на природном склоне не найти. Так что стена скалодрома и природная скала далеко не одно и то же. И тут, конечно, капитальное отличие. Потому что человек проектируется. Ну, как, скажем, отличие самолета, который человек сделал, и листика с дерева, который планирует сам. Вот такое же отличие и тут. Алексей добавляет, искусственное скалолазание требует большей подготовки, чем природное. Как ни странно, чтобы забраться наверх по таким трассам, человеку требуется больше сил. Покрытие заставляет. Делаются практически все тренажеры современные, из обычной панеры. Либо булковые, либо березовые. Почему? Они более-менее стабильные. То есть они хранят размеры. Вот эти прорези сделаны в панере. Сзади еще один слой. За ним может быть еще третий, четвертый. И специальное покрытие наносится. У каждого скалолаза на поясе есть мешочек с магнезией. Это такой специальный порошок на основе магния, который сушит руки. Спортсмены используют его, чтобы не соскальзывать за цепов, которые имитируют настоящие скальные выступы. Соревнования на настоящих скалах запрещены Международной федерацией скалолазания с 1992 года. Считается, что это слишком опасно. К тому же нарушается принцип равных возможностей. Выезжать в горы могут далеко не все. А искусственное скалолазание, по словам специалистов, за эти годы ушло далеко от своего натурального аналога. Марк Шкода, Екатерина Кальниченко, Служба новостей город.